Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работает Сергей Уланов и Ишекиреева. И в начале выпуска коротко о главном. На создание электронного правительства Казахстана из бюджета страны было выделено 46 миллиардов тенге. Это почти 140 миллионов долларов. Сегодня Акимобласти дал первую пресс-конференцию в новой должности. За красоту надо платить. В этом году на высадку цветов выделено 82 миллиона тенге. Дороги – это артерии жизни. На ремонт дорог республиканского, областного и районного значения выделено 15 миллиардов тенге. На создание электронного правительства Казахстана из бюджета было потрачено 46 миллиардов тенге. Это около 140 миллионов долларов. Об этом стало известно на брифинге в Астане. Еще одна новость. До создания электронного правительства справка о недвижимости стоила от 50 до 100 долларов. В этом признался вице-министр по инвестициям и развитию Сакен Сарсенов. Подробности в сюжете наших столичных корреспондентов. Через портал электронного государства Казахстана можно оплатить налоги, штрафы за нарушение правил дорожного движения, а также можно оплачивать услуги ЖКХ. К примеру, ранее очень много недвижимости продавалось. И справка, которую при этом выдавали, пользовалась огромным спросом. За нее оплатили немалые деньги посредникам, а не государству. Появился огромный теневой рынок. В народе эту подачку называли стошкой, поскольку давали за нее 100 долларов. Но теперь услуга предоставляется безальтернативно, только в электронном виде. Что касается денег, потраченных на электронное правительство, мы в принципе просчитывали. Если смотреть, начиная с 2006 года, то на данную систему потрачено порядка, ну если считать чисто электронное правительство, 46 миллиардов тенге. Я могу вам один пример привести. Справку по недвижимости, она в свое время неофициальная, для того, чтобы ее ускорить, она стоила от 50 до 100 долларов. Это вы все прекрасно знаете. Сейчас вы в электронном виде, либо в цоне, можете эту справку получить буквально за несколько минут. Вот в принципе эффект борьбы с коррупцией. Но возникает один вопрос. Насколько уязвимы персональные данные пользователей? Оказывается, зная фамилию, имя и отчество человека, можно узнать всю его подноготную. На портале электронного правительства, зайдя под своей учетной записью, используя чужой ИИН, можно узнать его налоговые штрафы и другие нарушения, и, вероятно, другую личную информацию. Почему же мы должны предоставлять эту информацию различного рода преступным элементам, ракетирам всех мастей? Размещение подобной информации – прямой путь для отъема собственности, говорят критики. Мы работаем над информационной безопасностью каждый день. Создано специальное государственное предприятие. Работаем с КНБ. Конечно, вопрос информационной безопасности возникает каждый день. Но мы с этим боремся и считаем это важным вопросом. Но есть и плюсы. Благодаря оптимизации всех процессов за счет экономии бумаги и времени госслужащих сэкономлены миллиарды. В частности, электронные бизнес-процессы сберегли более полутора тысяч тонн бумаги, а с ней и спасли немалое количество деревьев от вырубки. Но пока, несмотря на созданный портал Е-государства, в Казахстане существует проблема с доступом к интернету, особенно в селах. Баужин Шайхмед, организат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Сегодня Акимобласти Алтай Кульгинов дал свою первую пресс-конференцию в новой должности. Тема «Реализация плана нации. 100 конкретных шагов». Больше всего глава региона уделил вниманию привлечению инвестиций и реализации новых проектов. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Первая пресс-конференция вызвала большой интерес представителей СМИ, но на все про все отверли чуть больше часа. Акимобласти Алтай Кульгинов отметил, что индустриализация и экономический рост – одни из главных направлений плана нации. Сейчас в области реализуется 41 проект в рамках карты индустриализации на сумму 330 миллиардов тенге. Один из успешных примеров – Уральский трансформаторный завод, который уже произвел продукции на 500 миллионов тенге. Уральский трансформаторный завод заключил соглашение с турецкими инвесторами. Создается совместное предприятие «Уралэлектро». И здесь будет создано дополнительно 100 рабочих мест. Проект составляет полтора миллиарда тенге. Будут производить приборы электротехнического оборудования, также ориентированные на экспорт. Отдельно глава региона остановилась на успехах агропромышленного комплекса. В области выросло поголовье скота. Только в 2015 году с участием «Казагра» реализовано 10 проектов на сумму 3,2 миллиарда тенге. Также Алтай Кульгина заявил, что в селе Щапово построят птицефабрику мясного направления мощностью 6000 тонн мяса птицы в год. И это еще не все. Создается предприятие по переработке шкур «Пош Руно». Это инициатива частного инвестора. Мощность проекта составляет 210 тысяч шкур крупного рогатого скота, 750 тысяч шкур мелкого в год. В конечном итоге предприятие будет производить кожаные изделия. В результате будут созданы порядка 100 новых рабочих мест. В ближайшее время уже начнутся строительные работы. Также будет оказана господдержка. По итогам завершения данного проекта до 30% затрат будут возмещены государством. Журналисты имели возможность задать интересующие их вопросы. Ожидается ли в ближайшем времени или в этом году увеличение тарифа на проезд в общественном транспорте? Потому что некоторые перевозчики уже чуть ли не угрожают подборствам. И второй вопрос, будет ли в этом году продолжена программа благоустройства дворов? По итогам, как будут уже окончательно подведены расчеты, внесут в общественный совет. И там должно найти широкое освещение и обсуждение со стороны общественности, также членов общественного совета. И затем уже прийти к консолидированному, конструктивному соглашению и принятию решения. Почти 40% дворов, они даже больше требуют ремонта. В этом году областной центр продолжит эту работу. Сейчас районы и также областной центр, они получили соответствующие поручения. Но все же некоторые амбициозные проекты пока заморожены. Строительство индустриальной зоны до сих пор не начато. Сейчас сложная экономическая конъюнктура, она влияет все-таки на принятие этого решения. Вы помните, в прошлом году турецкие инвесторы приходили. В этом году тоже намерены ряд инвесторов прийти. То есть привлечь инвестиции – это непростая работа, но это наша задача. То есть привлечение стратегических инвесторов. Эта работа будет продолжаться. В первую очередь мы будем искать инвесторов. То есть мы хотим с минимальной нагрузки на бюджет выйти. То есть эта работа нам нужна. Есть ряд проектов, которые мы сейчас не можем озвучивать, пока не проработано. Когда уже окончательно будет соглашение подписано, мы будем озвучивать. В завершении Алтай Кульгинов пообещал, что его встречи с журналистами станут постоянными. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В этом году на модернизацию тепловых сетей и ремонт ТЭЦ по программе Нурлыжол выделено более 300 миллионов тенге. Сразу же по окончанию отопительного сезона коммунальщики начнут проведение запланированных работ. Сейчас средняя температура воздуха составляет около 10 градусов тепла. Отопление отключат, когда температура воздуха поднимется до 10 градусов. По ЖАИК «Теплоэнерго» есть планы мероприятия, разработанные руководством по ремонту основного и вспомогательного оборудования. На 2016-2017 год, к новому отопительному сезону, планируется ремонт трех котлов. Первый – это энергетический котел БКЗ-7539 с заменой полностью в 100% пароперегревателя. Водогрейный котел ПТВМ номер 9 с заменой двух фронтовых экранов в 100%. И третий котел – это КВГМ номер 11 с заменой промежуточного экрана поверхности нагрева. В этом году на ремонт и содержание сети автомобильных дорог республиканского значения выделено 9 миллиардов тенге. Об этом заявил Аким области Алтай Кульгинов. Кроме этого, еще 6 миллиардов направлено на ремонт и содержание автодорог областного и районного значения. В эту сумму войдет и ямочный ремонт, который начался в Уральске. Самый большой объем средств будет направлен на реконструкцию автодороги «Уральска-Тоскала». 5,5 миллиардов тенге планируется в этом году ввести в эксплуатацию более 31 километра трассы. На реконструкцию трассы «Уральска-Тоскала» по программе «Нудлужол» выделено 5,5 миллиарда тенге. За эти средства будут отремонтированы капитально 31,7 километра дорог. Капремонт Чапаева-Жалпортал-Косталовка. 1,2 миллиарда тенге выделено. Будет отремонтировано 11 километров дорог. Капремонт Косталовка-Жанебек выделено 800 миллионов тенге. Будет отремонтировано 11,5 километров дорог. На отдельных участках трассы «Уральска-Трава» 39 километров дорог будет отремонтировано. На это выделено 675 миллионов тенге. Тем временем в городе начали капитально ремонтировать проспект «Достык-Дружба» и реконструировать улицу Ихсаново. Остальные проекты находятся в стадии мобилизации. Уже с конца марта подрядная организация «Уралтранс» проводит ямочный ремонт. Для этого даже пришлось перекрывать на ночь путепровод в районе нефтебазы. За одну ночь дорожные рабочие не смогли завершить работу на путепроводе в районе завода «Омега». И сейчас днем они продолжают ремонтировать дорогу. Вот сейчас здесь мы видим, как фрезой срезана часть асфальта и появляется новое дорожное полотно. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства отметили, что ямочным ремонтом будет охвачен весь город. Центральные магистральные улицы, в первую очередь улицы Жангирхана, улицы Кромангазе, улицы Маметова, улицы Молдобова. Все эти работы будут проводиться согласно утвержденному графику. Общие выделенные суммы составляют порядка 160 миллионов. Планируется охватить 80 улиц. Будут произведены работы, основные работы – это ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, а также гридирование оснований с добавлением дорожного строительного материала – это щебеночная гравийная смесь. В области только половина дорог находится в удовлетворительном состоянии. Роман Копняев, Абулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Уже в текущем году уральские специалисты по озеленению могут построить новую теплицу. Об этом сообщил заместитель директора предприятия «Жаик-Тазакала» Абулкай Рамирбаев. Тем временем 82 миллиона выделили на высадку цветов. На эту сумму в городе разобьют цветники общей площадью 15 тысяч квадратных метров. На улице еще довольно прохладно, а здесь уже распускаются первые цветы. Чтобы успеть к началу летнего сезона, сеять семена в городской теплице начинают уже зимой. Сегодня несколько тепличных участков общей площадью 600 квадратных метров уже полностью заполнены рассадой. По традиции первые цветники разобьют ко дню Победы. В 71-й год Победы орнамент, надпись будет на скулоне, где большой площадь посева, посадки цветников. Это будет казахский орнамент, то есть разнообразные цветы, которые выращены своими силами. Хотя в теплице не так много разновидностей и цветов, всего 18. Среди них есть и новые виды растений – виолы и осмеи. Но в приоритете по-прежнему температуры устойчивые, которые приспособлены к любым погодным условиям. Мы видим, что на фоне зелени в теплице первыми распускаются бегонии. Их очень много оттенков, они довольно неприхотливые, поэтому в цветники на высадку они пойдут первыми. С набором сотрудников здесь проблем нет. Нехватку рабочей силы возмещают те, кто приходит с зимней смены по уборке города. Пока помещение для выращивания растений приходится арендовать. Но уже в скором времени коммунальное предприятие сможет построить и оборудовать свою теплицу. Уже сделаны расчетные показатели на ее проектирование общей площадью порядка 7 гектаров. Осталось дождаться выделения средств из бюджета. Если все нормально будет, в этой сессии должен рассматриваться вопрос выделения проектной смертной документации. Если все нормально пройдет, мы до конца года думаем, наверное, с возможным приобретением денег завершить строительство теплицы на своей территории. При благоприятной погоде высадка в грунт начнется после 20 апреля. Марина Горбук, Тауренда Семьев, Александр Грабарев, ТДК-42. Повышение уровня антикоррупционной культуры поможет снизить уровень самой коррупции, уверены специалисты. В рамках антикоррупционной стратегии, утвержденной главой государства на 2015-2025 годы, сотрудники Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции провели конференцию с представителями Западно-Казахстанского аграрно-технического университета. Высшее учебное заведение выбрано специалистами не случайно. Именно в объектах образования зачастую выявляются факты взяточничества, когда за успешную сдачу экзамена преподаватели требуют от студентов энную сумму денег. Здесь мы хотели связать такое понятие, как теоретическое обоснование, например, в этой сфере. И что мы на практике проводим. То есть сейчас государством делается очень много. Нормативные правовые акты совершенствуются и они соответствуют международным нормам. Однако и теоретические разработки в этом направлении должны быть. Мы должны учить студентов на каких-то наших этих трудах теоретических, которые должны вестись на занятиях. За первый квартал текущего года в местные исполнительные органы поступило 33 заявления на легализацию недвижимого имущества на сумму 118 миллионов тенге. В департаменте государственных доходов рассказали, что чаще всего граждане легализуют дома и квартиры. Однако в некоторых случаях и деньги. За три месяца 2016 года 11 физических лиц легализовали свои средства на общую сумму 565 миллионов тенге. Специалисты налогового управления напоминают, что всю процедуру легализации необходимо пройти до конца текущего года. Иначе можно понести серьезное наказание, связанное с уголовной ответственностью. Как отметил наш президент, это шанс вывести все свое имущество путем легализации, законным путем. Но в последующем уже никакой поблажки не будет, как говорится. Уже будет там ответственность, будет перепроверяться, будут щиты проверяться за пределами, например, на республике Казахстан. Для них уже есть уголовная ответственность, которая будет предназначена уголовным кодексом на республике Казахстан. Для тех, кто попытался скрыть, кто не сдал, кто не успел. Аким области Алтай Кульгинов встретился с представителями Европейского банка реконструкции и развития. Речь шла об инвестировании финансового института в проекты сферы жилищно-коммунального хозяйства. Пока это только планы, но в числе имеющихся достижений банк уже профинансировал более 150 бизнесменов из нашего региона. Основной целью встречи стало обсуждение сотрудничества Акимата Западно-Казахстанской области с Европейским банком реконструкции и развития по вопросам совместного финансирования проектов инфраструктурного развития. Было реализовано с участием Европейского банка реконструкции проектов на сумму около 15 миллиардов долларов США. В том числе на текущий момент реализуется около 80 проектов с участием ЕБРР в республике Казахстан на сумму около 2,5 миллиардов тенге. И в этой связи сейчас начинается активная фаза сотрудничества с Европейским банком развития и реконструкции и Акиматом Западно-Казахстанской области. На встрече обсудили вопрос сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов, в частности в сфере ЖКХ, возможности Европейского банка реконструкции и развития по усилению предприятий в сфере ЖКХ путем предоставления технической грантовой помощи с целью усиления корпоративного управления, энергоэффективности и в других секторах. В рамках соглашения по усилению партнерства правительства Республики Казахстан выделила гранты на сумму 40 миллионов евро, которые мы используем для усиления проектов малого и среднего бизнеса. В частности, в Западно-Казахстанской области мы уже предоставили гранты 153 компаниям. Роман Копнеев, Рустам Джумашев, Айбулат Жигепар, ТДК 42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с духовным лидером Исламской Республики Иран Али Хамини. В ходе встречи были обсуждены пути дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран. Глава государства подчеркнул, что народы Казахстана и Ирана издревле связывают исторически сложившиеся социально-экономические и духовные связи. Стороны также обменялись мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня, отметив при этом важность борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма. Нурсултан Назарбаев и Хамини выразили удовлетворение темпами развития казахстанско-иранских отношений в области торговли и инвестиций, созданием новых совместных проектов, отметив, что все это служит прочным фундаментом для укрепления дружбы народа в двух стран. В Казахстане заморозили цены на популярные лекарства как минимум до конца этого года. Соответствующий меморандум Министерство здравоохранения подписало с крупнейшими фармацевтическими компаниями. В список вошли 105 наиболее часто используемых лекарственных средств и медицинских изделий. Среди них обезболивающие сердечные, желудочные и противовоспалительные препараты, а также витамины, глазные и ушные капли. 90% этого списка составляют препараты отечественного производства, но есть и препараты, которые представлены зарубежными импортными производителями. Это Англия, Франция, Германия. Цена на 105 препаратов, которые определили в меморандуме, будет сдерживаться по нынешнему курсу. За несанкционированное повышение цен на указанные в меморандуме препараты продавцов станут штрафовать или даже отзывать лицензии. В Западно-Казахстанской области производители яиц оштрафовали за ценовой сговор. Административный суд Уральска рассмотрел дело ТО «Уральская птицефабрика» и агрофирмы «Акас», которых уличили в ценовом сговоре. В ходе расследования выяснилось, в течение трех месяцев с августа по ноябрь 2015 года Уральская птицефабрика и агрофирма «Акас» одновременно поднимали цены на свою продукцию со 143 до 146 тенге за десяток яиц. Департамент по регулированию естественных монополий по Западно-Казахстанской области определил эти действия как антиконкурентные согласованные, что является нарушением антимонопольного законодательства. На двух производителей яиц составили административные протоколы и отправили на рассмотрение в специализированный административный суд. За ценовой сговор между предпринимателями «Уральская птицефабрика» и агрофирма «Акас» оштрафованы на 305 тысяч тенге и 464 тысячи тенге соответственно, то есть на 3% от дохода, полученного в результате незаконной деятельности. В Уральске прошел шестой международный интеграционный форум под названием «Евразийское междуречие. Взаимодействие производства, науки и образования». Мероприятие было посвящено предстоящей выставке «Экспо-2017» и 25-летию независимости Республики Казахстан, а также Дню работников науки. Международный интеграционный форум проходит ежегодно. Каждый раз в нем активное участие принимают студенты и товаропроизводители области. Как сегодня было отмечено, целью этого форума является ознакомить молодежь с достижениями страны за годы независимости. Сегодняшний конгресс является самобытным конгрессом, так как здесь определяется связь научной элиты, производственных инфраструктур, бизнеса и образования. В фойе театра сегодня можно было увидеть необычную выставку. Самая интересная работа – это марсоход. Студенты своими знаниями доказывают, что они не жалея сил прудятся для достижения новых успехов. Наш марсоход был создан в течение двух лет в командной работе. Мы с этим марсоходом ездили на международные соревнования научных проектов, где заняли второе место. И в тех принципах... Для чего предназначен, говорите? Для изучения геологической структуры Марса. Это единственный марсоход, который изучает. Остальные марсоходы разработаны тоже для изучения Марса, но именно геологическая структура Марса изучает только наш марсоход. В завершении форума были подписаны меморандумы о сотрудничестве с пятью предприятиями Уральска. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. С каждым днем все больше и больше людей становятся наркозависимыми. Порой банальное любопытство попробовать белый порошок или марихуану обходится огромной трагедией для человека. Его семьи, детей и в последующем для общества. В наркологическом диспансере заявляют, что иногда за счет профилактического учета удается снизить число наркозависимых. Но не всегда эти люди могут удержаться от повторного употребления наркотиков. Излечить больного от наркозависимости – непростая задача, а порой и вовсе безуспешная. На сегодняшний день по области на учете стоят 700 наркоманов. 20 из них – героиновые. У остальных привыкание вызвало марихуана. Самое страшное, что среди них есть и подростки. В некоторых случаях таким людям помогает избавиться от наркозависимости метадоновая терапия, которая действует с 2013 года. Прошло лечение 69 больных. На данный момент у нас проходит лечение 24. Из них пятеро трудоустроились, работают. Пятеро обрели семьи. Ну, остальные у нас 19 находятся на стадии. Потому что трудоустройство наших больных очень сложно. Зачастую наркомания становится причиной совершения преступлений. Как рассказали в суде, за 2015 год жрецами правосудия было рассмотрено 11 дел в отношении 28 лиц, в том числе две женщины. В основном все преступления связаны с незаконным оборотом наркотиков. Если перейти к вопросу наиболее часто встречающихся наркотических средств, по которым состоялись обвинительные переговоры, то это в первую очередь марихуана, затем идёт экстракционный лупи и героинь. Это три вида наркотических средств, которые наиболее часто встречаются по нашей области. Количество наркозависимых, несмотря на проводимую всестороннюю борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, увеличивается, говорят специалисты. А нежелание лечиться порой приводит к плачевному результату. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Радикализм и экстремизм – это чума 21 века. В целях повышения религиозной грамотности населения нашей области в Уральск приехал известный теолог Казахстана Оскар Сабин. Он проводит семинары на тему «Роль религии и ислам в светском государстве» и «Деструктивные религиозные течения». Первый день теолог провел семинары для имамов нашего региона. В ходе тренинга Оскар Сабин объяснил, что работа представителей духовенства очень важна, и каждый имам должен быть грамотным человеком. В Управлении по делам религии Западно-Казахстанской области отметили важность проводимых семинаров. В борьбе с радикализмом и экстремизмом роль имама – одна из самых главных, поэтому их грамотность для нас очень важна. И в этих целях к нам приехал известный теолог, который проводит семинары и объясняет пути правильного разъяснения религии ислам. После этого Оскар Сабдин направился в Центр искусств имени Кадыры Мирзали. Там он провел семинары для членов информационно-разъяснительных групп области и представителей СМИ. Семинар проходит очень интересно. Оскар Сабдин подробно рассказывает, как нужно бороться с радикализмом и экстремизмом, объясняет правильные пути ислама. Сам теолог отметил, что во время таких семинаров происходит обмен опыта. Наша задача – попытаться выработать совместно в ходе диалога, выработать меры по профилактике и по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. Это наша первоочередная задача. Мы говорили сегодня о том, как можно выявить носителя радикальной идеи, каким образом можно переубеждать и каким образом необходимо адаптировать человека обратно в общество, в его семью. В настоящее время с терроризмом и радикализмом борются весь мир. И в целях безопасности нашей страны правительство уделяет большое внимание разъяснительной работе. Рустам Машарипов, Мохаммед Консултанов, Манабе Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Сегодня в аптеке номер 22 акционерного общества ТАЛАП, расположенной по проспекту Абулхайрхана 153, открылась выставка физиотерапевтических приборов из серии «Домашний доктор». Эти приборы можно использовать дома для лечения многих болезней. Компания «Еломед» считается лидером российского медицинского портативного приборостроения. В продаже имеются аппараты «Теплон» и «Унилор». А самые известные приборы – «Алмак» и «Мавит». Они успешно зарекомендовали себя в домашних условиях и поликлиниках. Аппарат «Алмак» охватывает широкий спектр заболеваний, которыми страдают лица старше 40 лет. В них входят заболевания суставов, артриты, артрозы, заболевания спины этого стеохондроза, грудной и шейные, поясничные отделы. Помимо этого, травмы и повреждения позвоночника, спинного мозга, желудочно-кишечный тракт, гастрит, язва, сердечно-сосудистая гипертония и шимический инсульт. По венозной системе тромбоз, тромбофлебит, варикозная болезнь. Еще один аппарат «Мавит» – данный прибор является очень эффективным при лечении болезни простаты. Это дополнительно подтверждает множество положительных отзывов. Аппарат «Мавит» применяется при лечении таких заболеваний, как простатит, аденома, лечение геморроя, восстановление эрекции у мужчин. Воздействие проходит сразу тремя факторами, которые входят в международные стандарты лечения этих заболеваний. Один из которых – это прогревание области простаты. Второй из которых – это магнитное поле, которое оказывает обезболивающий эффект. А также помогает устранить воспалительные заболевания в области простаты. И третий фактор – это микромассаж, который стимулирует и приводит в тонус окружающие мышечные ткани. Все приборы продаются по ценам завода-изготовителя. Выставка будет проходить с 12 по 15 апреля по адресу аптека номер 22, акционерное общество «Талаб». Она расположена по проспекту Абыл-Хайрхана, 153. Талантам преграды не страшны. В Уральске проходит отборочный этап фестиваля для детей с ограниченными возможностями «Жулдызай». Участники представляют вниманию жюри творческие номера по шести номинациям. Это хореография, вокальная, инструментальное и жестовое исполнение, а также изобразительное искусство. Наши корреспонденты насладились творчеством уникальных ребят. Уже в фойе концертного зала Казахского нормантического театра сегодня можно было увидеть уникальные работы участников фестиваля. Картины, расписанные красками или гуашью и различной аппликацией – все это дети создали своими руками. И несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В конкурсе «Жулдызай» помимо этого ребята продемонстрируют и вокальные, и танцевальные номера. По истечении первого отборочного тура 300 детей, участников, приедут в город Астана для участия второго отборочного тура, который будет награждение первых, вторых и третьих мест, будет гран-при. Детей мы показываем, хотим показать, что эти дети есть, и они такие же, в принципе, могут участвовать во всех конкурсах, куда-то поступать. За 11 лет проведения конкурса в нем приняло участие порядка 37 тысяч детей. Все они, несмотря ни на что, показывали блестящие результаты. Вот и на этой сцене в очередной раз они доказывают себе и окружающим, что талант и любовь к жизни побеждают все. 1 июня в Астане состоится гала-концерт, где примут участие победители областных туров. Обладателей гран-при ждет дальнейшее участие в международных конкурсах. Марина Горбук, Дорин Досимбиев, Александр Грабриев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что это и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте. www.tdk42.kz Оставайтесь на нашем телеканале, впереди вас ждет много интересного. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Прогноз погоды на 13 апреля. Уральск, плюс 7, плюс 18. Актау, плюс 7, плюс 18 градусов. Актубен, плюс 3, плюс 19. Атырау, плюс 9, плюс 17. Коксчитау, минус 5, плюс 7. Костанай, плюс 2, плюс 13. Кизулурда, плюс 9, плюс 24. Павлодар, плюс 5, плюс 17 градусов. Петропавловск, ночью минус 3, днем плюс 8. Талдыкурган, плюс 8, плюс 15. Тарас, плюс 4, плюс 17 градусов. Усть-Каменогорск, плюс 7, плюс 14. Караганда, ночью плюс 5, днем плюс 10. Шилкен, плюс 8, плюс 12. Алма-Ата, плюс 9, плюс 13 днем. Столица республики Астаня, ночью плюс 3, днем плюс 11 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова